друзья всех приветствую виталий тебе отдельный привет спасибо что смог на эти время обсуждаем традиционно с двух сторон рынок техника фундамент делимся друзья с вами рекомендациями поэтому если вы хотите что-то сказать оставить обратно связь фидбэк обязательно делайте это мы с виталием открыто к этим предложением пишите в комментариях главное к ролику которую мы добавим также наш youtube канал сразу же после записи так ну что сегодня довольно насыщенный экономический день плане содержания повестки отчетов данных выступление лагард будет совсем скоро главы европейского центрального банка долгое время никаких событий не было то есть в принципе начало недели всегда пустое по экономическому календарю сегодня эдипи рынок труда репетиция перед он фарм пирс то есть конечно же но он фармы в конце этой недели если ожидания оправдаются смогут привести к определенным движением по индексу доллара и может быть подкинуть нам как трейдерам спекулянтам еще один аргумент в пользу того будет ли фрс дальше настолько агрессивен в плане своей риторики пока что относительно изменения процентной ставки а также выйдут годовые данные по ввп 1530 по москве через 15 минут после эдипи и те кто интересуется рынком нефти еще будет отчет по запасам виталий как раз в прошлый раз было несколько идей евро доллар нефти актуальные сейчас американский фондовый рынок я предлагаю туда по ним пробежаться и в принципе я никто из них продолжает транслировать и дальше давайте демонстрации крана друзья сейчас пара евро доллар графика который уже должен был погрузиться котировки 1122 я честно говоря не ожидал что европейская валюта покажет такой импульсный рывок но случилось хотя если мы будем говорить об основе вот этого импульсного рывка на именно какие-то признаки которые наметились в плане деэскалации и урегулирование ситуации в восточной европе я только за за то чтобы побыстрее все закончилось если нужно готов даже заплатить несколькими сделками и трейдом профитом который конечно же не соизмерим с тем что сейчас происходит сделка была рекомендовал шортить а после отката поддержки ну точнее к сопротивлению 1 10 со стопом на 1 1050 сейчас разумеется пара евро доллар уже выше поэтому сделка была закрыта по стоп лоссу я по-прежнему отношусь к главному валютному риску а евро это главный валютный риск как инструменту способному снова вернуться в рамках развития нисходящего канала потому что к сожалению несмотря на все мои оптимистичные порывы нужно оставаться реалистым и понимать что ситуация по-прежнему оставляет желать лучшего если говорить о фундаментальном фоне в европе если говорить о развитии глобального топливного энергетического кризиса причем это топливный энергетический кризис может легко усилиться в ближайшие дни когда точнее завтра состоится заседание опек и вполне возможно что в ходе этого заседания я допускаю что страна опек плюс и а мне это главный основной сценарий вообще не примут никаких решений потому чтобы увеличить объем нефтедобыч поэтому рынок который ранее был в условиях вот этих панических настроений а что если завтра не хватит на всех нефти эти риски они на мой взгляд еще актуальны имеют место быть поэтому в отношении евро зоны которая очень сильно сейчас страдает от высоких цен на энергоносители простая параллель на бытовом уровне я ее по моему уже приводил что рост цен на энергоносители конечно же увеличивает и повышает стоимость жизни а как правило рост стоимости жизни приводит к снижению уровня самой жизни экономики валютного блока ноги уже прочит рецессию и сейчас вот там можно затронуть тему как раз ну хотя я затрону эту тему приближающейся рецессии сша когда мы взглянем с тобой на американские фондовый рынок приведу несколько своих аргументов в отношении евро единственная причина которая может помочь главному валютному риску сейчас и дальше расти это все больше позитива который будет поступать по ходу вот этого переговорческого процесса если действительно позитив будет то евро сохранит восходящую динамику но мне кажется что еще слишком рано волну с головой сейчас кидаться и влагаться на позитив поэтому буду ждать все-таки коррекционного отката и сегодня друзья сделка это сел стоп с уровня 111 стоп лосс 111 50 этой профит на отметке 109 что касается рынка нефти сделка была в случае точнее я рекомендовал рассмотреть на отложку байт стоп с уровня 114 50 мы до нее не добились сейчас котировки стом 990 немножко подтягиваю отложку теперь к отметке 113 50 но сценарий такой же расчет на дальнейший рост с стоп лоссом 111 50 этой профитом прежним 120 долларов за баррель только что озвучил свою позицию относительно того что есть заседание опек есть прогноз того что ничего не изменит и есть такой же прогноз того что на рынок снова вспомнит именно дефицит который я никуда не делся негативный фактор правда события в китае именно украшение эпидемиологического фона рост количества заболевших эта неделя была старта недельником обращена локдаунами в шанхай уже и мне кажется что под жесткой изоляции уже находится от 40 до 50 миллионов китайцев если взять в расчет какие-то промышленные развитые центры но мы постоянно у меня вот включен bloomberg эксперты вчера буквально обсуждали насколько реально может просесть спрос на нефть из ситуации в китай так вот самая пессимистичная оценка это примерно полтора миллиона баррелей в сутки но если мы сравним и сопоставим с тем сколько нефти уже выбыло как бы из глобальных поставок за счет ситуации в восточной европе за счет сокращения поставок из-за покупки нефти российской я думаю что на чашу весов все таки будет перевешивать именно риска дефицита предложения поэтому мы видим то что покупатели сопротивляются пытались вчера вывести бренд в район 100 долларов за баррель быстро выкупили это еще один как бы признак того что волатильность но просто какая-то астрономическая на графике даже видно что вчера был low 103 сейчас уже 110 то есть рост больше чем на 7 процентов без плеча поэтому здесь конечно же друзьям нужно контролировать риски с учетом таких-то движений американский фондовый рынок в прошлый раз я дал сигнал как бы и отметил что лично жду более оптимальную точку входа на оснижение но с тех пор как я озвучил свою рекомендацию американский фондовый рынок еще вырос на 2 процента и сейчас уже котируется на отметке 4 618 я все-таки буду ждать коррекции поэтому предлагаю шорт с уровнем 4550 стоп лосс 4590 и тейк профит 4 400 причем мне кажется что вот все те риски которые я ранее обозначал это высокая инфляция повышением процентной ставки к видная обстановка в китае это риски которые недооцениваются сейчас но самое главное есть уже признак непосредственно по американской экономике что рецессия уже назрела это как ты знаешь виталий поскольку ты следишь за фундаментальным фоном не меньше чем я это инверсии вот кривой доходности по облигациям то есть когда бумаги с коротким покрытием как косрочные облигации доходность превышает бумаги с долгосрочным покрытием если мы сейчас сравним действительно двухлетние 10 лет не облигации там нечто подобное уже будет это не факт что в конечном счете рецессия сша случится но как правило когда инверсия возникает нужно задуматься и пересмотреть свои отношения все ли хорошо вот в данном случае в американской экономике кстати предстоящий отчет по нон фарм фарс нам поможет еще больше разобраться в этом но не верю в американский фондовый рынок даже несмотря на мощный тренд который безусловно прям серьезный устоявшийся но я все-таки жду что будет снижение и причем в ближайшие дни это листово тебе так приветствую тех ну я с тобой согласен по поводу экономических скажем проблем в американской экономике не только и в европе и в китае и во всем мире но скажем нужно еще такое понимать такую вещь как то что фондовый рынок и скажем какие-то проблемы экономические они иногда ходят по разовой стороны а бывают там напечатают много денег и скажем идет вот эта поддержка и поэтому может быть какая-то раскорреляция с той логикой который ты говоришь потому что есть вариант что возможно произошла смена тренда по СНП500 как бы вот так сейчас мы ее обсудим сейчас я на график переключусь так видно график видно так пройдусь по тем идеям торговым и тем той аналитики которую я в прошлый раз обсуждал начнем с золота золото говорил о шортах плюс кстати тоже отметил важный момент в прошлый раз что сантимент по золоту что все покупают и что произошло как раз два дня ну там вчера и позавчера хорошо золото просело то есть я давал рекомендации на шорт в районе там 1930 с копейками цели ставил в район 1900 ну в принципе их и выполнили даже чуть ниже вторую цель стала 1890 на этот минимум мы его сделали поэтому идея неплохо себя отработала долгосрочная я думаю что ну точнее не долгосрочная среднесрочная по золоту я рассматриваю шорты так как я думаю что вот этот момент который произошел на рынке золота и нефти о котором ты говоришь о возможном росте я думаю что там будет все наоборот потому что там уже произошла такая кульминация вот этого роста который формировался ранее то есть было сильное накопление вот по золоту видно и мы с тобой в начале года и в прошлом году я говорил что и ты в принципе отметил по золоту цели там в районе 2000 и выше мы эти цели сделали и сейчас покупать скажем на максимум достаточно осторожно и ну скажем рискованно и скорее всего рынок пойдет в обратную сторону так как все сейчас покупают золото и в связи с вот этой ситуацией которая происходит поэтому рынок пойдет в другую сторону с текущих я бы уже то есть по золоту ты ждешь продолжения да 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 я жду только вопрос будет ли она с текущих то есть или мы еще вариант с текущих я бы не шарпил если мы еще раз будем тестировать где-то в районе там 1965 то я бы здесь возможно по новой шарпил золок ну не исключаю падение с текущих целей возможно у нас произошел вот достаточно сильный импульс вот здесь вниз и возможно это идет смена тренда в сторону там где-то примерно как вариант 1675 ну вот кстати головой плечи на вот этом таймфрейме прям хорошо видно да да и ну и вот здесь локально то есть есть такой момент поэтому я пока среднесрочно по золоту вниз будет ли оно с текущих кто там торгует золото возможно рассматривать но я бы зашел по более высоким высоким ценам поэтому будем там следующие месяцы в апреле будем его обсуждать и если будут какие-то хорошие точки входа я буду советовать дальше по поводу нефти аналогично возможно идет смена тенденции то есть произошел такой кульминация наверх аналогично по золоту вот этот негатив который был на рынках он себе отработал импульс вниз и сейчас возможно идет коррекция вниз в принципе в прошлый раз я говорил скорее всего снижение по нефти такой боковичок и возможно более долго здесь проторгуется и мы еще там как вариант протестируем 120 долларов возможно нет и потом пойдем сильно вниз в район ну это такие локальные цели там 96 и дальше на глобальный разворот вплоть до уровня примерно там 65 долларов это такие среднесрочные цели поэтому здесь будем искать какие-то точки входа по данным инструментам и шарки обязательно ставить стоп-лоссы почему потому что вот как раз мне писали вчера или позавчера наши скажем слушатели которые нас смотрят кто-то там шаркил из S&P 500 без стоп-лосса такой говорит ну что там когда он развернется в них я говорю ну то есть такие вопросы если человек без стоп-лосса стоит и если S&P вдруг идет на новый максимум то скажем человек теряет депозит так не нужно делать нужно там обязательно ставить стоп-лоссы потому что рынок может уйти допустим как золото и нефть или там S&P 500 может уйти на новый максимум это возможно поэтому такие моменты дальше по S&P 500 вот вот то снижение которое у нас было в январе феврале ну там конец первая половина марта возможно это произошел импульс и сейчас у нас идет как вариант коррект вот после вот этого импульса мы практически уже сделали достаточно большую большую коррекцию сейчас там сколько это проще сказать что еще пару процентов и новый максимум вот исторически да да то есть вот этот вариант возможен но мы пока скажем рассматриваем вариант шарта вот этот если под фундамент его рассматривать то сейчас скажем возможно рассматривать шорт так как мы уже на тике вот этой коррекции практически 70% да вот этого импульса поэтому если здесь нарисуется какой-то паттер неплохой шорт то я буду скажем там с понедельника или там в среду когда он уже будет я буду говорить о возможных точках входа в шорты что нам нужно для этого нужно получить хороший импульс вниз перекрыть хотя бы вот эти два дня роста которые были последние коррекция и локальная коррекция дальше рассматривать шорт по данному инструменту то что я могу сказать после 3500 обязательно ставить 100 лосса там ну в будущем то что я буду там советовать или если это будет какой-то момент когда мы не проводим битва аналитика то есть человек трейдер сам думает но такой вариант расматривать обязательно ставить стоп-лоссы потому что мы можем обновить максимум и уйти очень хорошо вверх поэтому рискованно даже можно попробовать вот я если здесь это коррекция то выше скажем уже некуда расти поэтому в текущих можно спекулятивно шортануть там 46 у нас один официально со стоп-лоссом там вроде там 46-60 условно но это такой рискованный шорт без опережения дальше что еще было по евро-доллару я говорил такой момент что стоит ждать закрытия дневки если у нас в понедельник зарисуется пин-бар то возможно рассматривать покупки у нас в принципе здесь образовался такой пин-барчик он хотя и красный лучше там зеленый для ланга но в принципе он уже он был и поэтому неплохо отработалась покупка по евро-доллару у меня другие ожидания по рынку все-таки я рассматриваю что евро-доллар возможно делает разворот тренда и поэтому здесь стоит рассматривать покупки по данному активу конечно с текущих достаточно плохие стены по сравнению с понедельником поэтому или после закрепления выше 1.11.20 если дневка закроется выше покупаем евро-доллар или там на какой-то коррекции в районе 1.10 если рынок даст какую-то коррекцию на этой неделе то рассматривать покупки с возможным ростом в районе 1.15 что касается евро-доллара пока я рассматриваю что данный инструмент развернуться у нас произошел импульс наверх вот это все что торгуется выше 1.09 это коррекция и мы дальше уйдем наверх поэтому первый вариант это торговать после закрытия выше 1.1.20 или скажем на коррекции в районе 1.10 можно поставить нитку 1.10 со стоплосом 1.09 условно 1.09 да и скажем или рискованно там уходящий поезд покупать стекущих но нужно нужно понимать что мы можем достаточно глубоко откатить и достаточно будет большой или там как вариант набирать покупки по евро-доллару по чуть-чуть ну и плюс в принципе в принципе все спасибо Виталий за твои рекомендации за точку зрения следим впереди очень важное завершение недели напоминаю что сегодня куча отчетов ну и самый главный релиз недели это нон-фарм в пятницу конечно же рынки ну если просто положиться на возможность нормальной реакции и высокой волатильности по факту такого события рынки конечно же останутся очень волатильными поэтому контролируйте риски друзья следите за загрузкой депозитов это очень важно а мы с Виталием снова вернемся к оценке ситуации уже по горящим следам после нон-фарма в понедельник и обсудим где и что там с долларом с евро с золотом с нефтью но думаю что снова будет интересно спасибо тебе Виталий классного закрытия недели и хорошего выхода пока удачи спасибо спасибо спасибо